Продолжаем. Силовики вплотную займутся чемпионатом мира 2018. Фанатов ультрас, религиозных маргиналов, таких как свидетели Иеговы, и подозреваемых в экстремизме вычислят и не допустят к стадионам. Совместную программу запускают ФСБ и МВД России. Пока еще есть время, акцент делается на профилактику терроризма и экстремизма. ФСБ и МВД России ФСБ и МВД России ФСБ и МВД России кто из них чем занимается и что готовит. Новая программа ФСБ и МВД включает несколько направлений адресной работы. Первый — это черный список болельщиков, куда попали данные более чем трех тысяч хулиганов «Ультрас», ранее уже замеченных в нарушении порядка на стадионах. «Ультрас» и так доставляют немало проблем, но среди них могут затесаться особо радикальные, готовые к серьезным преступлениям, например, вооруженным нападением на гостей чемпионата. Второе направление — силовики будут отслеживать местных националистических радикалов, а также приезжающих в Россию экстремистов из других стран. Под особый контроль возьмут и трудовых мигрантов. Опыт Европы показал, что именно в этой среде формировались группировки террористов. Третье направление — спецслужбы будут отслеживать сектантов и участников маргинальных религиозных групп. Это в первую очередь запрещенные в России свидетели Иеговы, РНЕ, ДПН и некоторые другие. Силовики собираются привлечь к профилактике педагогов. Они должны будут разъяснить ученикам и студентам, что такое хорошо и что такое плохо, грубо говоря. Мы отслеживаем график как в видеорежиме, так и вживую, так сказать, постоянно, еженедельно рассматриваем ход строительства каждого стадиона. И мы видим, что практически во многих стадионах мы на 2-3 недели, где-то на месяц вперед идем. Где-то там нам приходится подкручивать ситуацию. Но в целом каких-то я тревог здесь по стадионам не вижу. В 2013 году министр спорта Виталий Мутко говорил, что на обеспечивание безопасности ЧМ выделят 30 миллиардов рублей. В марте этого года появились сообщения, что этой суммы может и не хватить. Силовики и сотрудники Роспотребнадзора и Ростеха тщательно проверили каждый из 12 стадионов, где будут проходить соревнования и нашли серьезные бреши для террористов как минимум на двух аренах. Это стадионы в Волгограде и Нижнем Новгороде. На обоих аренах еще недавно не было оборудования для технического досмотра машин и людей, то есть фактически нет защиты от террористов. В Нижнем Новгороде не оказалось ни камер, ни рентгенсканеров, ни газоанализаторов. Похожая ситуация и в Волгограде. На входах не было стационарных металлодетекторов и переносных средств досмотра. Хотя сами стадионы строятся с размахом и в очень красивых местах. Как рассказал лайфу израильский эксперт по безопасности Яков Кедми, для каждого объекта необходимо выделить основные угрозы. Для этого спецслужбы могут совершать учебную атаку на объект, чтобы выявить наиболее уязвимые места. А затем их защиту усиливает. Это заставляет террористов дольше готовиться к нападению и дает спецслужбам больше времени для их разоблачения. Таким образом, концепция предупреждения угроз строится на двух действиях. Это защита конкретного объекта и работа агентуры, которая выясняет, какую подготовку могут вести террористы. После терактов во Франции и Бельгии российские спецслужбы уделили особое внимание этой концепции. Дополнительно запущена программа предупреждения краш у гостей чемпионата.